Доброе утро, дорогие друзья! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы нас слышите. Замечательно! Я рад приветствовать вас всех в этой комнате в утренний час. В Украине у нас 8 утра, в Москве уже 10. И в это раннее утро мы здесь собрались для того, чтобы поговорить сегодня о нашей замечательной продукции, нашей замечательной компании. Зовут меня Константин. Мне будет помогать сегодня проводить конференцию моя супруга Инна. И я сейчас передам ей микрофон для того, чтобы она продолжила нашу сегодняшнюю конференцию. Доброе утро, дорогие друзья! Я рада всех приветствовать из Пейвы. Всем привет! У нас идет снег. В общем, все красиво. Наша компания называется Тианде. Счастливым будет легко. Почему счастливым будет легко? Потому что компания подошла так, что нужно быть, для того, чтобы быть счастливым, нужно быть красивым. Красивым внешне, красивым внутри. И наша компания позволяет зарабатывать с красивым бизнесом деньги. То есть и успешно быть легко. И все вместе это составляет счастливым быть легко. Наша компания – это супермаркет косметических средств. Почему супермаркет? Потому что у нас очень большой выбор для всех направлений. У нас есть фито-косметика, есть космететика, есть уход за телом, волосами, программа здоровья, программа личной гигиены. Компания предлагает более 800 уже на сейчас наименований. И девиз компании – ваш персональный спа-салон. Почему? Потому что раньше, для того, чтобы сделать профессиональный спа-уход за теми же ручками, нужно было идти в салон, терять на это время и деньги соответственно. Сейчас же наша программа предложила это все сделать дома, в комфортных условиях, по самым комфортным ценам. Немножко перейдем к продукции. Раздел «Декоративная косметика». В принципе, я с декоративной косметикой знакома не сильно много, но тушь, конечно же, я испробовала. Испробовала два года назад, у нас еще не было туши с «Сити Шип», и попробовала я нашу тушь с «Сити Стайл». Ну, что я вам скажу. Мы ехали в Крым, был снег. Мы постоянно выходили на улицу, там снег мне в лицо усыпал, но, тем не менее, тушь не потекла, не посыпалась, ничего с ней не сделалось. И, на мое удивление, она элементарно снилась теплой водой, без каких-то дополнительных смывок, не было черных кругов под глазами. С тех пор, конечно же, я нашей тушью пользуюсь, и просто от нее без ума. Похоже, появилась в компании сыворотка для русской ресниц. Вы знаете, я всегда, как любая, наверное, женщина, очень хотела иметь красивые реснички. Но к косметологу мне не хотелось ходить по разным причинам. И когда появилась сыворотка, естественно, я же на нее использовала на себе. И пользовалась, пользовалась 2-3 недели. Потом в какой-то момент я увидела действительно результат. И сейчас мои фотографии, уже там полинтернета, есть мои фотографии, то есть можно посмотреть. Я действительно довольна результатом. Я получила реснички такие, как я хотела. Ничего для этого специально не делаем. Пользовалась я сывороткой и утром, и вечером. Ну, мне так казалось, что результат будет быстрее. Еще хочу акцентировать внимание на нашей замечательной крем-подре Сити Шик. Чем она интересна? Тем, что она адаптируется под цвет кожи. И ее через 2-3 минутки абсолютно не видно. Еще у нас такой есть мастер-класс, который вам показала Ломара Жабина. И с тех пор мы всем своим партнерам тоже его показываем. Не поверите, результаты очень классные. Мы делаем на руку, так как лицом не каждый человек позволит это сделать. А мастер-класс с пудрой на ухоженное лицо и неухоженное лицо. Когда мы это делаем на неухоженное лицо, у 2 пальчика, да, она адаптируется, она вроде как растворяется. Но все равно фактура вот немножечко, знаете, как и видна. Потом мы эту же процедуру делаем сначала на ух... делаем уход за лицом. Помните наш уход? Очищение, тонизирование, увлажнение. И потом на уже ухоженное лицо мы снова опять же наносим эту пудру, сити-шип. И представляем две ручки рядышком. Вы не поверите, результат обалденный. Вообще ничего не видно. Такое впечатление, что вот... Поэтому очень классно этот показывает мастер-класс. И люди сразу видят разницу. И многие, ну как у нас на примере, сразу говорят, вот давайте нам весь этот комплект. Ну, может вам кремушек какой-то будет. Нет-нет-нет, вот то, что вы показали, пожалуйста, нам этот комплект. В компании Тианде очень большой спектр для макияжа. Я, к сожалению, с этим не совсем хорошо знакома. Но мне тоже это интересно. Я тоже хожу сейчас на курсы обучающие. Поэтому, если у кого-то будут более подробные вопросы, обратитесь к своим консультантам. Они вам покажут, расскажут. В городе, где вы находитесь, обязательно есть люди, которые вам смогут, помогут разобраться в более подробной декоративной косметике. Серия 20-30-40. Почему она так называется? Потому что многие средства можно использовать как 20-летним, так и 45-летним женщинам. Кремушек может один стоять в ванной, и ему может воспользоваться и мама, и дочь. Это очень удобно. Серия взаимозаменяемая, очень классная для разных типов кожи. И комплексно ухаживает за вашим лицом. Серия Тибетиян Херкс. Я ее особенно люблю. Это очень ароматная серия. Серия на основе арома масел. Недаром, если вы обратите внимание, эта серия, тоник и крем, находится в матовом стекле. Почему? Потому что арома масла нельзя хранить в пластмассе. Они теряют свои свойства. Эта серия предназначена для кожи, которая потеряла тонус, которая выглядит грустной, как мы говорим. Не цветет. Эту серию можно также использовать зимой. Она содержит ультрафиолетовую защиту и очень классно подходит для зимней погоды. Средство на основе чистейших тибетских трав и родниковой воды. Еще под древним рецептом. Очень шикарно. Она мне очень нравится. Серия Женфей. На основе белоснежного лотоса. Чем уникален этот лотос? Потому что он растет в Китае только в одной провинции. Естественно, что его уникальность в этом. Он предназначен для кожи от 35 лет, которая склонна к сухому типу. У которого сухой тип лица. Сухое морщинистый тип лица. Она обеспечивает регенерацию кожи и интенсивное увлажнение, почему нашей коже комфортно. Серия Калаген Эль Тиф также предназначена от 35 лет. Но она уже подходит для кожи, которая имеет обвисливый тип лица. Морщинистые вот эти обвислости. Щечки подвисли. Немножечко где-то там второй подбородок. Она очень классно моделирует овал подбородка. Убирает вот эти все мешки, обвислости. Я почему эту серию хорошо знаю, я тоже ей пользовалась. И сразу мне говорили комплименты. Говорили, ух ты! Поэтому сейчас я этой серией также пользуюсь. В этой серии есть еще замечательные масочки на основе низкомолекулярного Калагена. Это стопроцентное впитывание и такое хорошее резкое омоложение. Если пройти курс из 10 масочек для лица, то вы увидите результат. Также масочки под глазки. Кстати, очень замечательные. Они в такой желтой упаковочке. Знаете, вот золото. Очень классно убирают темные мешки под глазами. И знаете, в чем еще интересно? Эти масочки дают нам в подарок. Поэтому их можно всегда получать бесплатно и выглядеть шикарно. Многие консультанты именно за счет масочек цепляются и потом уже дальше больше. Серия Мастер Хед уникальная серия. Это действительно лечебная серия. Она подходит для юношей, для подростков, всем, у кого проблемы с переходным возрастом и проблемы с кожей. Мы испытали это на своем ребенке. Когда весь полностью комплекс использовать, буквально неделя-две, и кожа преображается. Не нужно там дорогих каких-то процедур. В России эта серия вообще продается в аптеках. То есть она идет как лечебная. И можно не переживать, что там остались какие-то жрамчики, остались какие-то гнанички. Если использовать эту серию, все-все пройдет. А этот набор, наверное, самый любимый. И этот набор, с которого мы все знакомимся буквально с первых минут. Вы ведь все делали, все делаете мастер-класс на ручке при первой встрече. Давайте напомним. Может быть, кто-то не делал, а может быть, еще кто-то подзабыл. Как мы делаем мастер-класс? Мы берем пилинг на сухие ручки, выдавливаем несколько горошин и ручки моем. Одну-две горошинки. И делаем это, как будто бы ручки мылом моем. А перед нами должен быть растерян белый листок бумаги, чтобы человек видел, что это. А еще перед этим можно же попросить человека, хочешь, пойди помой руки. Потому что некоторые говорят, ой, это грязь у меня сыпется. У меня руки грязные и грязь. Поэтому своим клиентам еще предлагаем, пойди помой руки, чтобы он был уверен, что руки у него абсолютно чистые. И вот, когда это все скаталось, он видит, что мы ему говорим, не переживайте, это не грязь, это ваши мертвые верхние слои кожи, которые открывают ваши живые клеточки, живые коры. Потом мы на сухие ручки наносим соль, тоже небольшое количество. И нежными массирующими движениями начинаем это все размазывать. Более нежно, поскольку соль все-таки не такая нежная пилинг и может повредить руки. Особенно зимой у многих действительно аллергия на холод. Руки потресканные. И даже некоторым, ну как бы неудобно, стыдно. Не переживайте, через пару раз все это пройдет. Соль можно тереть. Столько, сколько человеку хочется. Здесь нет ограничения, что это должно быть 2-3 минуты. Я иногда делаю это и 10, и 15 минут. Как у меня есть настроение. Соль смываем, ручки промакиваем до сухого состояния. И наносим одну горошину крема. И результат волшебный. Еще никто не ушел после этой процедуры и сказал, нет, мне не понравилось. Все очень нравятся. Естественно же, эту процедуру делают на все тело и получают шикарные отзывы. У нас есть результат у одной знакомой, которая пользовалась солью. У нее был целлюлит. Ей неприятно было. Она просто в течение двух месяцев каждый день пользовалась персиковой солью. И не поверите, она была благодарна своему спонсору. Я позвонила и сказала, я избавилась от целлюлита. А в целлюлита у нас также есть серия. Она интересная. Я тоже ей пользуюсь, когда занимаюсь аэробикой, когда просто дома. Мне нравится. Я вижу результат у себя. Серия Мастер Хер. В серию Мастер Хер входит несколько позиций. Массажное масло. Вы знаете, когда я для своей семьи распробовала массажное масло, мы перестали ходить в аптеку, честно. У меня двое детей, и старший ребенок все время склонен к ангина, горло, бронхит, кашель. А так как мне всегда говорили, что одевайтесь теплее, мама, я все знаю, я все знаю. Вот как только я слышу, что мой ребенок кашляет или чихает, либо там что-то сопли у него текут. Я сразу же так, давай. И растираю ему грудь и спину. Можно еще горлышко, можно пятки. Вы знаете, достаточно небольшое количество. Две, три, четыре капельки. В зависимости от размера спины. И не поверите, три-четыре дня и все проходит. Мы за два года ни разу не дошли до бронхита, ни разу не дошли до гриппа. То есть у меня даже дети в прошлом году сказали, мама. У всех были пропуски в школе по болезни, а мы не пропустили ни одного дня. Вот так. Пластыр детоксикационный – это шикарное средство, вообще уникальное. То есть многие люди там кровь себе чистят, хотят быть чище, хотят быстрее выздороветь. Так вот этот мастер пластырь – самое лучшее средство на данный момент по очистке крови. Буквально 2, ну порядка 20 дней нужно это сделать. И лучше всего это очистит кровь, чем какие бы то ни было процедуры в поликлинике. Это и дешевле, и здоровее, и самое главное, что это натуральное. Также мастер-херк можно использовать, когда у человека обострилась болезнь. Это все помогает. Нужно лечить с нескольких направлений. Например, пластырь. Мы прилетели вот к пластыре на шепутонге и емканге. У мужа гайморит иногда обостряется. И я ему просто приклеиваю на пазухи, на остеохондроз, на спину. И все это очень классно помогает. Мы как-то гуляли в горах, и долго ходил-ходил, он просто не мог ходить. У него достолько пекла спина. Мы зашли в ближайший магазин, это было в Ялте. Купили пластырь, приклеили его, и через 15 минут все прошло. Поэтому замечательные средства, которые позволяют нам экономить и быть здоровыми. Шампуни. Большая серия, о которой поговорит дальше Елена Захарова. Поэтому я на этом не буду останавливаться. Женское здоровье. Ну, наверное, тоже одна из самых таких главных тем, поскольку все женщины, наверное, сейчас уже, можно сказать, после 20 уже имеют проблемы. Не только после 30. Я в том числе относилась к таким. Так вот, что я вам хочу сказать. Действительно, это работало. Я проверила на себе. Серия энергия трав, прокладки энергия трав наших, содержит 49 трав. И они уже идут более лечебного, профилактического направления. Серия нефритовая свежесть, это более профилактическая. Они содержат состав из 17 тетрад и пропитаны алумитовым раствором нашим. Чаи, они усиливают действие и помогают нам действительно чувствовать себя отлично. Уход за зубками. Тоже одна из главных частей. Зубы мы чистим каждый день, утром и вечером. И от того, чем мы чистим, зависит и наше состояние в том числе. Поскольку лизейк наш моментально впитывает все то, что мы на него положили. Ведь не даром-то я в веточку карвалола наложил под лизачок, поскольку это максимально быстрое впитывание в кровь. Наши зубные пастуны можно не переживать и чистить. И знать, что они хорошо работают и не попадают внутрь ненужные дезодоранты. Дезодорант мы его называем. Но это, пожалуй, самое малое его участие. То есть это настолько такое средство уникальное. Это действительно в аптечке должно быть у каждого. Укусы комаров, порезы, царапины, герпесы. Даже молочницу можно делать в раствор и это все спринцеваться. Он без запаха. Он не конфликтует с парфюмом. Снимает раздражение. Это натуральная соль. Натуральный антисептик. Действительно, у нас он всегда с собой. И, честно говоря, вот когда удивляется, он там столько много денег стоит. Да не стоит он много денег. Просто нужно показать людям, что риксоны, другими дезодорантами мы себя просто травим. И покупаем мы их с периодичностью раз в два месяца. Этот же алунит мы купили. И нам хватает его на год, на полтора месяца. Он абсолютно здоровый, безвредный. Работает просто отлично. В нашей компании постоянно добавляются новинки. Это самая, наверное, вкусная часть. Потому что мы получаем его каталог и с нецеплением начинаем нестать. А что же у нас появится? У нас и так много замечательных средств. Но нам все равно хочется чего-то новенького. Это мы на слайде видим новинки, которые у нас уже абсолютно все есть. Мы их уже все пробовали. И все получили от него результаты и удовольствия. В следующем каталоге мы снова ждем новинки. И будем с удовольствием их ждать. На этом, дорогие друзья, я свою часть закончила. До свидания. Спасибо, Инна, большое. Было очень приятно даже самому вспомнить о том, что мы имели в руках, чем мы пользовались. И за эти два года получили просто массу впечатлений. И, честно говоря, как мы всегда говорим, нужно поменять все то, чем мы раньше пользовались, на косметику Тянде. Вот мы сделали то же самое. То есть, фактически на сегодняшний день у нас в доме полностью отсутствует косметика или, скажем, средства по уходу каких-либо других компаний. И если говорить о том, что нам сейчас компания в лице руководства анонсировала некоторые интересные новинки, то мы понимаем, что нам будет очень легко и удобно отказаться и еще от многих позиций, чем мы все равно вынуждены пользоваться еще пока не в компании Тянде. Но о новинках это отдельный разговор. Я думаю, что многие лидеры уже рассказали вам, что нам обещали к лету. И мы ждем это все с нетерпением. Также я сейчас хочу передать микрофон Елене Захаровой, которая вам всем расскажет о такой продукции, как шампуни. Шампуни – это целый класс, целая ниша. И в двух словах там, конечно же, о них не расскажешь. Поэтому я с удовольствием передаю микрофон Лене Захаровой. Лена, мы тебя ждем и с удовольствием слушаем. Меня слышно? Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Замечательно. Всем доброе утро. У кого-то совсем ранее, у кого-то не очень. Я там видела вопросик по поводу ухода за руками, мастер-класс на руках по уходу за лицом. Значит, ответ. Мастер-класс мы делаем перед тем, как мы делаем уход за руками. По одной простой причине. Потому что вы сделаете по поводу ухода за руками, и дальше уже не будет видно разницы на ухоженной коже или не на ухоженной. Потому что на обеих руках она будет ухоженная. Значит, моя тема – это шампуни. И я хочу начать с того шампуня, с которого я начинала свое знакомство с компанией ТНД. В зимнем каталоге он находится на 89-й странице. Это писательный шампунь с корнем жемшеня. Я всегда задавала себе вопрос. Если не содержится лауреусульфат натрия, то за счет чего шампунь пенится? И почему он такой, как говорят, настоящий, натуральный? И почему корень остается там живой на протяжении всего времени? А если его поместить в другой шампунь, почему он начинает сразу гнить? Я нашла обозначение тех славных ингредиентов, которые написаны на латинице. Натрия – это кока-амфоцитат. Или, как еще написано на латинице, сода кока-амфоцитат. Это вещество, которое заменяет лауреусульфат натрия. Оно является природным. Получается на основе жирных сухот кокосового масла. Поэтому наши шампуни из лечебной линейки в основной своей массе вообще не содержат лауреусульфат натрия. Этот шампунь, когда я начала применять, ну, по ошибке, как всегда, только шампунь, масочка осталась старая. Но он все равно начал давать результаты. В последствии я прочитала о том, что этот шампунь, он очень хорошо очищает волос, и необходимо волос подпитывать в тот момент, когда шампунь открыл все наши чешулички. Поэтому обязательно используйте хороший, качественный бальзам. Это может быть не обязательно бальзам из серии с жемшинем, а можно использовать любой другой бальзам нашей марки. Помимо того, что этот шампунь хорошо очищает волосы, благодаря тому, что в него входит вытяжка из жирных сислот кокосового масла, он облегчает расчесывание волос, как в сухом, так и в мокром виде. На фотографии вы видели, у меня вьющиеся волосы, и, вы знаете, я в школе еще обрезала свою косу, потому что было невозможно расчесывать. В те времена не было специальных бальзамов, которые мне нужно было смывать, и мытье головы превращалось в каторгу, потому что папа сидел и два часа расчесывала у меня. На сегодняшний момент я отпустила тот дню, которая была у меня последний раз в школе, благодаря нашим шампуням. И благодаря этому мне было очень приятно, будучи в Италии не так давно, взять корту и сприжку, и парикмахер очень восхищался и удивлялся качеству моих волос. Несмотря на то, что они курчавые, с ними вроде бы должно быть тяжело работать, но в то же время ему это нравилось, он получал удовольствие, и говорил о том, что у вас такие ухоженные волосы, они такие напитанные, а я сидела улыбаясь, потому что это ясно, я знаю плохо, объясните, вот дословно, почему такие волосы не получалось, но, тем не менее, он понял, чем я пользуюсь, что специальные шампуни, и его мнение было, что у вас шикарный уход за волосами. То есть мнение не супер профессионала, но хорошего специалиста, который планирует в ближайшие время открывать свою собственную школу, таково, что наши шампуни дают шикарный результат. Следующий шампунь, о котором хочу рассказать, я сегодня буду рассказывать то, что испытала на себе, и знаю именно не понаслышке, а то, что происходило со мной и моими друзьями. Следующий шампунь, это шампунь от оболсения, у нас в семье был такой нюанс, у ребенка очень длинные черные волосы, и она выходит из ванны, расчесывается там, и у нее остается так вот пучка волос. Папа, если это видел, он очень возмущался, приходилось забегать за ней и быстренько сдать, если она вдруг не успела. В какой-то момент я поняла то, что я не зашла в ванную, не убрала, а возмущений в доме нет, думаю, странно. Говорю, Марин, ты за собой убирала? Да нет, я вылетела, я за себя опаздывала. Просто-напросто после четырех недель применения шампуня и бальзама от оболсения, заметьте, он не для тех, кто уже лусеет или там уже стал лысым, а для тех, у кого выпадают интенсивно волосы. За три-четыре недели волосы перестали так интенсивно выпадать, восстановились луковицы и набрался хвост буквально за два месяца. То есть шикарный хвост, который увеличился, ну, в два раза я не скажу, но он стал намного гуще. Шампунь и бальза мы использовали. Хочу сказать, что люди, у которых уже появились залысины или флеш, могут использовать его. Если луковичка еще не погибла, если она жива, то есть находится в спящем состоянии, этот шампунь, он любит ее, и где-то примерно через три недели появляется пушок. В последствии этот пушок начинает расти и в этим и зарастает. Это очень приятно. В этой же серии, та же 87-я страница в Узимнем каталоге, есть шампунь от Седины. По виду они одинаковые внешне, баночки похожие. По виду самого шампуня тоже они похожи. То есть это темно-коричневый цвет, без добавления всяких красителей. Но по своему качеству они совершенно разные. То есть он дает возможность не сидеть или восстановить свой цвет. Скажу сразу, что полностью идеально восстановить свой цвет вряд ли получится. Это все зависит от генотипа, от структуры волос и от многих других факторов. Но то, что люди перестают краситься, перестаются с теми волосами, которые есть у них на сегодняшний момент, это уже у нас доказано. Одна моя знакомая, которая глубоко за 50, прибегает ко мне в офис и говорит, «Слушай, посмотри, у меня отрасли мои волосики рыженькие». Она уже все время была почти полностью белая. Да, у нее действительно начали отрастать волосики, и эти волосики имели рыжеватый цвет. На сегодняшний день она не рыжая, она стегая. То есть у нее просматривается легкая седина, но эта седина не вульгарно-белая, а ощущение мелкого милирования. То есть очень красивый, интересный цвет, причем он даже как-то не однородный, а такой трехцветный. Очень красиво, очень стала шевелюра шикарная. То есть помимо того, что восстановился собственный цвет, еще и волосы стали хорошо лежать. Вот, как она сказала, я, говорит, снимаю шапку, у меня пришивка нет на голове. То есть волосы тут же поднимаются, я буквально руками их поправила, и они у меня уже стоят. Кто-то пробовал этот шампунь? Скажите, пожалуйста. Вам понравилось? Замечательно. И переходим к следующему шампуню. Я хочу рассказать о шампуне «Золотой мили». 86-я страничка в зимнем каталоге. Этот шампунь нужно применять аккуратно, потому что если он попадает в глаза, он очень сильно щипит. Имбирь имеет определенную пекучесть, он там присутствует, поэтому аккуратно именно с глазками. Результаты применения, для чего он нужен? Можно прочитать о том, что он великолепно работает с перхоти, то есть он ее убирает. У него есть еще один замечательный эффект. Есть здесь люди, у кого очень жирные порни волос. Вот так и плюсики, у кого есть такая проблема. Мой знакомый сказал, мне ничего не поможет. Я говорю, а ты попробуй помыть неделю хотя бы этим шампунем. Он начинал каждый день мыть. Сказал, не помогает. Я говорю, а ты бальзамом пользуешься? Мужчины, к сожалению, почему-то не очень любят бальзамы. Он начал применять впоследствии и шампунь, и бальзам. Раньше он мыл каждый день, и с вечера у него уже было сало на голове. На сегодняшний день он мыл уже через день, и волосы имеют определенный шик, определенный лос. Мне еще не совсем так идеально, как ему бы хотелось, но тем не менее. Посмотрите, я могу сказать, у меня муж военный, и лето, фуражечка, то есть вечером приходит то, что надо, как вроде бы сковородка масляная на голове побывала. Используя этот шампунь, он приходит вечером, снимает фуражку, у него не сало на голове, а волосы. И фуражка не позволяет даже придавить эти волосы. То есть они тут же выпрямляются, становятся в причесочку, все аккуратненько, все чудненько. Поэтому рекомендуйте людям, у кого жирные волосы. У кого сухие, тоже могут использовать, он не пересушивает. Единственная рекомендация, можете тогда поменять базу, взять что-то более питательное для сухих волос. Иногда бывает раздражение. С чем это связано? Смотрите, раздражение может быть на какой-то один ингредиент. Возможно, у человека чувствительная кожа. Поэтому нужно смотреть, потому что ингредиент достаточно жесткий такой ингредиент, очень активный. Может быть, это связано с этим. Клубника замечательный продукт, но, к сожалению, клубника подходит не всем. Вопрос, можно каждый день им мыть голову? Да, можно. Вы же не будете ходить с грязной головой, если у вас такая проблема. Вы начинаете мыть каждый день, впоследствии голова перестает быть такой жирной. Вы можете себе позволить делать это уже через день. У нас, к сожалению, на картиночке нет нашей относительно новинки, маска, крокодил. Замечательное средство, которое можно использовать зимой. Не все люди любят носить шапки, особенно, когда такая погода плюс-минус, не то плюс. Часто ходим без головного убора. Получается следующая ситуация. На улице холодно-сыро, заходим в помещение, очень сухо. И вот эти перефады... Состав маски крокодил посмотрите либо в интернете, либо на самой масочке. Значит, эта маска великолепно защищает волосы от погодных условий, от перемены холода, тепла, сырости и сухости. Я думаю, этот вопрос по поводу состава можно будет задать компанию, возможно, подскажет, где посмотреть. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы именно по масочкам, по масочкам, по шампуням? Вопросов нет? Тогда бегло еще скажу о том, что... По маскам, да, давайте вопросы. Шампунь с алоэ вера и бальзам очень хорошо дают объем. Они не являются лечебными, но именно объем они дают великолепно. То есть, если у вас жиденькие волосы и вы хотите что-то с ними сделать, начните с шампуня алоэ вера. Она даст объем, восстановит немножко волосы, а потом можно переходить на более что-то кардинальное. Какой вопрос задавали? Потому что вопросы убегают немножко, и иногда можно не поймать, что спрашивали. Повторите, пожалуйста, вопрос, кто задавал. На сколько минут наносятся маски и бальзамы? Смотрите, в инструкции написано 3-5 минут. Исправьте-те. В виде маски наносим на 15 минут. Больше 15 и держать не смысла. Разницу между крокодилом и акулой говорить не буду, потому что пробовала только крокодила, а акулу не пробовала. Не люблю говорить о том, чего на себе не испытала. Галина Ковалева. Не очень поняла вопрос. Время мытья и сколько держать маску? Моем мы, как обычно, нанесли с нули, моющие средства на голове не держатся. Моем два раза. Первый раз вы смываете основную грязь, второй раз вы домываете. То есть по аналогии, когда вы умываете лицо очищением, а тоником доочищаете. Где-то примерно та же аналогия. Масочку я уже сказала. Держим 15 минут. Какие подходят для жирных, какие для сухих? Для жирных однозначно подходит золотой имбирь. Великолепно работает корень женьшеня. Для сухих можно использовать эти же шампуни, но имбирь замените другой масочкой. Все остальные шампуни подходят как для сухих, так и для нормальных волос. При сибореи попробуйте золотой имбирь. Я не трихолог, поэтому конкретно дать рекомендацию при заболеваниях не могу. Но если есть проблема, лучше обратиться к трихологу, потому что более серьезные проблемы, просто косметические средства не решат. Здесь надо лечить. Если сухие волосы и перхоть, наносите шампунем имбирем, а с бальзамом наносите более мягкий какой-то. Новую неосновающуюся еще не применяла, потому что пока она у нас появилась, я была в Италии. А по приезду еще в июле хотела попробовать. Надо ли разбавлять водой шампун? Ну, скажем так, это спорный вопрос. До сих пор спорят даже парикмахеры и профессионалы, поэтому тут уже на ваше усмотрение, как вы привыкли. То есть, если вы наносите на влажные волосы, вы автоматически разбавляетесь. У некоторых людей от наших шампуней начинает чесаться голова. Почему? Бывает понятие несовместимости, то есть то, что я говорила по поводу клубники. У меня у матери такая проблема на все шампуни была, не Киандэ, а вообще очень сложно было любой шампунь подобрать. Я последний раз ей привезла шампунь алоэ, и она вот тоже, ой, ты знаешь, у меня на все чешется голова, от алоэ такой реакции не было. Попробуйте алоэ, может быть, такой реакции не будет. Если у человека лет 15 нет волос на голове, поможет ли ему шампунь? Как вообще можно определить, спят луковицы или уже умерли? Значит, это может определить только трихолог при помощи своего специального приборчика. И сказать, поможет ли тут шампунь или нет, опять же, это все зависит от того, в каком состоянии луковицы. То есть сначала идем к специалистам. Результаты понесмываемой сыворотки пока не скажу, потому что отзывы собираю, но пока еще народ только пробует. У нас в Украине новинки появляются немножко с задержкой, поэтому немножко вот пробел у нас бывает в этом плане. Клиенты часто спрашивают, на самом ли деле там акулии жили, ну или крокодили. Не знаю, поэтому не буду говорить. Я применяла просто чудо-новую серу. Ну вот, отзывы о новой продукции уже у нас есть. Серия Астиватор Волоса. Замечательная серия. Состояние волос после нее обалденное. Значит, собственного наблюдения не могу сказать, потому что волосы у меня не крашены и бьются, поэтому увидеть, насколько быстро растут волосы от этого шампуня у меня не получилось. Народ рассказывал о том, что да, действительно, ускоряется рост волос. Кто-то даже говорил, ну, честно говоря, в это верится мне за мой трудом, что 3 сантиметра за месяц. Не знаю. Почему шампуни плохо пенятся? Нанесите их 2 раза. Первый раз вы смываете основной грязь, второй раз шампунь великолепно пенится. Мыть голову 2 раза. Вообще принято по всем канонам и стандартам мыть голову дважды шампунем. То есть первый раз нанесли небольшое количество, помыли голову, она может слабо пениться. Слабо пениться еще за счет чего? Потому что у нас мягкие пенищиеся средства. У нас нет лауреус сульпата натрия. Второй раз вы наносите, все великолепно пенится. Есть наработки, что активатор роста помогает при обуслении. О пенистости расскажет Константин. Почему золотой имбирь мне всем печет голову? Могу сказать, у меня первый раз пек, а потом уже перестал. Поэтому, возможно, это момент привыкания к данному ингредиенту. По большому счету, даже сам имбирь, он же имеет пекучий, значит, просто чувствительные волосы за счет этого могут. Ну, насчет от всех наших шампуней волосы растут в куритне воду, но то, что они восстанавливаются и укрепляются луковицы, они перестают выпадать, это соглашет. Ну что, я смотрю, вопросики заканчиваются. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом змеи. Он начинается 10 февраля, начинается новый лунный цикл, поэтому, пожалуйста, запланируйте себе свой год змеи, чтобы 10 числа, если я не ошибаюсь, 10 чем-то часов утра, вы смогли визуализировать свою цель, наполнить ее максимальной энергией и с этой энергией пройти на протяжении полностью всего года. И я хочу всех увидеть и приглашаю всех на 8-9 июня в Питер. Так что, до встречи в Питере. Всем спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Я хотел бы акцентировать внимание сейчас еще на двух маленьких вопросах, которые очень часто задают наши консультанты и на которые у многих людей нет ответов. Это такие, вроде бы как простые моменты, связанные с парабенами и лауреусульфатом. И буквально недавно была ситуация, когда наш консультант получил жуткий дискомфорт, потому что ей отказали в том, что она показывала продукцию, с криками здесь полного парабенов и так далее. Так вот, дорогие друзья, на сегодняшний день существует масса информации в интернете о том, что такое парабены. В той же Википедии можете посмотреть, в гугле набрать. И вы убедитесь в том, что парабены на сегодняшний день вещества, о вреде которых нет абсолютно никакой доказательной базы. То есть в какое-то время раздули шумиху и после этого телевизионщики подхватили и дальше понесли. Точно так же, как и с лауреусульфатами. Я по образованию инженер, инженер математики, поэтому я всегда стараюсь все вещи исследовать и получить максимум достоверной информации. Так вот, что такое парабены? Парабены это консерванты, которые изобрели, вернее нашли их в начале века и начали применять для того, чтобы продлевал срок службы продуктов питания. То есть действительно, это пищевые наши концентраты, консерванты. Они не дают возможности развиваться бактериям и грибкам. Но так как они на вкус оказались не очень хорошие, то есть они меняли немножко вкус продуктов, то от них отказались со временем. Но на сегодняшний день это единственные консерванты, которые действительно, во-первых, стоят недорого, и во-вторых, применяются во всей косметике. То есть косметику без парабена вы не найдете. Ее практически нет. Есть разговор о том, что сейчас выпускается эко-косметика некоторыми фирмами в Европе и так далее, но она, во-первых, стоит очень дорого, и во-вторых, опять же, никто этого не доказал. Как недавняя ситуация с тем, что выпускалась косметика с консервантами на основе семечек гриб-фрукта, но на поверху оказалась содержащая такие же парабены. Так вот, акцентирую еще раз внимание на том, что доказательной базы, что парабены вредны, на сегодняшний день не существует. Есть только разговоры, и вокруг разговоров много чего крутится. Вот. Поэтому просто будьте внимательны и следите за информацией. Что такое лауринсульфат? Лауринсульфат – это моющее средство, которое смывает грязь. Практически все шампуни содержат лауринсульфаты. Есть лауретсульфаты и так далее, то есть производные всякие. Опять же, с точки зрения медицинских заключений, доказано абсолютно однозначно, что лауринсульфаты вызывают раздражение на коже, только при применении нанесения на кожу больше часа. То есть, если у вас кожа контактирует с лауринсульфатом больше, чем 60 минут, тогда у вас может, подчеркиваю, может появиться раздражение. Но ни один здравомыслящий человек не держит шампунь на голове, который содержит лауринсульфат, целый час. Все, что меньше 60 минут, на коже не оказывает абсолютно никакого воздействия. Через кожу он в организме не усваивается. Поэтому, когда с вами пытаются разговаривать некоторые псевдознатоки с точки зрения того же лауринсульфата, просто попросите их, чтобы они обратились к информации, подсчитали и разобрались. На сегодняшний день пенистость шампуня, она опять же показывает количество, сколько лауринсульфата находится в шампуне. И если он пенится плохо, а наши шампуни с первого раза действительно пенятся плохо, это лишний раз показывает то, что там это количество ничтожно мало. И задача его, прежде всего, смыть грязь с волос. Именно поэтому все наши шампуни содержат в комплекте маски. То есть, каждый шампунь имеет пару. Для того, чтобы помыть голову, смыть, открыть волос, открыть поры, открыть все вот эти чешуйки волоса. А потом маской, собственно, получить уже снабжение, насыщение, минерализацию и приведение волоса в то состояние, в которое он должен прийти. Понимаете? Поэтому мыть голову только шампунем без использования маски ну почти бесполезная затея. Да, голову вы помоете, но вот то количество веществ, которые вы должны дать волосу, вы почти наверняка ему не дадите. И еще я хотел бы особенно обратиться к мужчинам. Скажите, пожалуйста, мужчины, а вы все видели наши прокладки гигиенические, которыми пользуются наши любимые женщины? Кто из вас держал в руках их? А есть мужчины, которые держали в руках и обычные, которые продаются в магазинах много лет, и наши? Желательно так, в одной руке одну, в другой руке другую. Скажите, есть разница на ощущение? То есть, когда вы берете наши прокладки, вы четко видите, что они изготовлены из натуральных компонентов. То есть, сверху у них находится хлопковая ткань. А кто из вас разбирал? Как инженеры? Проявите инженерное мышление. Вот если вы их разберете, то внутри вы обнаружите материал на основе вискозы. То есть, там внутри древесные волокна. О чем я хочу вам сказать? О том, что даже прокладки наши, они делаются специально из натуральных компонентов, чтобы убрать с женского организма химию и синтетику и пластмассу. Если вы возьмете нашу прокладку, просто выверните вот этой стороной, которая прилегает к телу наружу, и обожжете ее зажигалкой, то вы будете удивлены, как пахнет наша прокладка и как пахнет прокладка, которую вы возьмете из магазина. Потому что там будет гореть пластик и пластмасса, а наша прокладка просто затухнет и будет легкий запах дерева и травки. Вот. Я не просто так зацепил этот вопрос. Почему? Потому что все нормальные здравомыслящие мужчины понимают, что их окружают женщины, которые должны быть прежде всего здоровыми. И поэтому о прокладках надо говорить. Надо обязательно эти прокладки показывать и рассказывать. Это не просто средство гигиены. Это то, что сохраняет нашу цивилизацию, то, что сохраняет наше потомство. И поэтому, особенно если женщины молодые, надо просто дать возможность им уйти от пластмассы и пользоваться только правильными, настоящими, натуральными вещами. А напоследок, дорогие друзья, я хотел бы вам показать один классный видеоролик, чтобы вы наш этот новый день, который наступил, прожили с великолепными эмоциями, чтобы у вас сегодня получилось все то, что вы задумали. И чтобы вы всегда двигались только вперед, невзирая на то, что наша жизнь пытается нам иногда подкладывать нам под ноги и делать какие-то неожиданности. Поэтому я вам сейчас этот видеоролик покажу. Со всеми я прощаюсь. До новых встреч. С вами еще увидимся. С вами был Константин Ткачев. С вами был Константин Ткачев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова